А мы сейчас переносимся из Германии в Объединенные Арабские Эмираты. К нам с секунды на секунду присоединится Владимир Минаев, специалист по инвестиционной недвижимости компании Metropolitum Premium Properties. Владимир, мы вас ждем. Технически, думаю, там проблем быть не должно. Надеюсь, что и со связью с ОАЭП будет чуть-чуть получше. Вот, Владимир, вот-вот должен появиться. Владимир, добрый день. Видите, слышите? Здравствуйте. Все отлично, по-моему, связь замечательная. Да, все хорошо, вы меня. Да, видим, слышим, прекрасно. Владимир, ну что ж, говорим о коммерческой недвижимости сегодня. В нескольких словах, как рынок коммерческой недвижимости, какой общий вопрос, как рынок коммерческой недвижимости объединенных арабских эмиратов пережил последние 2-2,5 месяца? Какие тенденции есть и к чему он пришел сейчас? Пожалуйста. Ну, в красу, смотрите, да, то есть нас, в принципе, как бы какого-то коллапса не произошло, то есть все это сработало как единый организм, я имею в виду и какие-то решения на государственном уровне, которые поддержали в первую очередь владельцев недвижимости, а владельцы недвижимости, в свою очередь, поддержали арендаторов. То есть поэтому это все сработало, еще раз, как единый организм. В данном случае, допустим, что происходит, то есть офисные здания компании сокращают, ну, как бы это бескредственно не пройдет эта ситуация, да, сокращают штат сотрудников, то есть где-то идет убавка заработной платы. Соответственно, государство что сделало? Государство сделало скидки на продление лицензии для компаний. То есть, допустим, в Дубае, при том, что нет никаких расходов там в плане налогов, да, кроме НДС 5%, есть, допустим, ежегодный расход на продление лицензии. То есть в среднем, как бы это составляет, ну, примерно там, в зависимости от бизнеса, 5-6 тысяч долларов. То есть, допустим, государство пошло навстречу в связи с текущей ситуацией в этом году и где-то сократило до минимума это продление, то есть сделало скидки где-то, там, в принципе, вообще можно договориться там на какую-то отсрочку. Вот, поэтому бизнес по максимуму, то есть именно арендаторов поддержало государство, плюс арендодатели также вошли в ситуацию, то есть вошли в положение, и где-то арендодатели дают скидку, где-то дают арендные каникулы. То есть в данном случае, как бы, какого-то коллапса, опять же, не произошло. То есть в ритейлах, да, в ритейлах, то есть рестораны, особенно это, если это не мер, какие-то глобальные сетки, да, то есть это ресторан там какой-то частный, то есть у них, да, у них немножко... Ну, я думаю, это в любом, в любой точке мира, то есть тот бизнес, который существовал за счет кэшфлоу, где есть какие-то кассовые разрывы, ну, как бы, это смерть в такие вот, в такие моменты, когда наступает закрытие всех границ. Да, то есть... Ну, вот смотрите, когда сейчас идешь по Дубаю, видишь массовые предложения о продаже или об аренде, и если да, то в каких районах, и объекты какого рода по-прежнему функционировали или функционируют. То есть это только размер или это вид бизнеса? Вот что сейчас можно наблюдать? Ну, опять же, да, такого, как бы, такой истории, что там все на продаже выставлено, ее нет, потому что в целом, как бы, сейчас еще... То есть, смотрите, государство, допустим, то есть сейчас, по сути, даже если человек перестает арендатор платить деньги арендодателю, то есть очень сложно, как бы, начать процесс выселения арендатора. То есть здесь просто так не придешь, как бы, не выгонишь человека, арендатора. То есть нужно это все через процессуальные решения, принимают процессуальные решения через суд, и, как бы, занимают достаточно долгое время. То есть сейчас, как бы, государство все это поставило на холл, то есть попросили не принимать никакие заявки о том, чтобы там открытие каких-то уголовных дел или административных дел и прочего, то есть поэтому арендодатели и арендаторы пытаются как-то договариваться, не у всех получается, но в большинстве своем договариваются, и все понимают, что если все будет хорошо, то это сентябрь-октябрь, когда начинается сезон в Дубае, и я думаю, там уже и прибыли пойдут у арендаторов, и, соответственно, арендодатели где-то за счет того, что они сейчас чуть-чуть пошли на уступки, где-то они там выиграют, вот, поэтому есть предложение по ритейлам, еще раз повторюсь, ритейлы, которые, то есть есть сегмент офисов у нас, офисы, как бы, сильно такого коллапса там нет, то есть люди договорились, договорились арендаторы, договорились арендодатели, еще раз, там арендодатели дали арендные каникулы кому-то, кто-то там сократил арендную плату до минимума, вот, поэтому в таких условиях, как бы, пытаются сейчас функционировать и выживать, да, то есть до того, как все пойдет вверх опять. Ритейлы, да, ритейлы, но ритейлы больше, как бы, я думаю, что, опять же, если бы это был бизнес, не был бизнес построен на кэш-мол, когда у вас просто закрывают все доходы, и у вас кассовый разрыв, то я думаю, они тоже бы договорились, но я думаю, что большое количество ресторанов, кофейн и прочих, именно если это не берем сетки, они, к сожалению, пострадали, вот, они выезжают, и ритейлы, ритейлы есть на продажу, то есть есть ритейлы, есть новые аренды. Смотрите, есть именно объявление ритейл, объявление о продаже или объявление вот помещения в акк modules, пытаются найти нового аренатора, и вообще, насколько в текущих условиях просто тому же там кафе или ресторану или помещению под кафе и ресторан найти нового арендатора в Дубае сейчас? Кстати, вопрос там, туристы-то появляются у вас, там, сезон вроде открыт или не открыт, какая у вас ситуация сейчас? У нас с сегодняшнего дня открываются границы, то есть официально с сегодняшнего дня для туристов открыты границы, но опять же, мы ожидали хороший поток клиентов и инвесторов из России и Казахстана, но, к сожалению, что в России, что в Казахстане, на две недели, на три как минимум провели карантинные границы. В любом случае, очень много человека. Прошу, Владимир, сейчас у нас закрыто, а у нас границы закрыты, нас не выпускают, условно говоря, а Дубай разрешил бы прилет, если бы нас выпускали сейчас? Да, с сегодняшнего дня границы открыты. А, то есть и в том числе и для россиян, и для казахстанцев без проблем? Ясно. Ну, там есть какой-то ряд список, список ряда стран, из которых пока еще невозможен прилет, но в России и Казахстане нет. Окей, хорошо. Тогда давайте такой немножко общий вопрос, отмотаем историю, но на три месяца назад. Все-таки, если мы говорим о коммерческой недвижимости в Дубае, ну, до этого говорили с Германией, про Германию все более-менее понятно, какие там сегменты, ну, например, про нее известно больше. Про Дубай известно меньше. И чаще, когда мы говорим о инвестициях в недвижимость в Дубае, мы говорим о покупке квартиры или там нескольких квартир. А если мы говорим все-таки вот о чистом комке, что это такое в Дубае, какие здесь схемы есть? Это старый объект, это новый объект, это объект под пассивный доход, это в первую очередь объект под магазин, в котором будет какого-то крупного сетевика. Что это такое сейчас, что это было там три месяца назад и насколько ситуация изменилась? Смотрите, в Дубае в целом, как бы, весь сегмент коммерческой аренды, это есть отельные апартаменты, в которых люди входят и покупают отельные комнаты, где есть там условно какой-то гарантированный доход. То есть, ну, опять же, гарантированный доход в отельных апартаментах из практики это 3-4%. Вот, есть маркетинговая история там 9-10, ну, есть реальная история 3-4. Потом есть сегмент офисной недвижимости, офисная недвижимость, как бы, она всегда в Дубае востребована. Есть сегмент, сейчас, кстати, я думаю, что чуть-чуть будет увеличиваться спрос на коворкинге, то есть, потому что, опять же, компании, большой процент компаний сокращают сотрудников и начинают искать более маленькие офисы, да. То есть, стандартный размер офиса, который востребован был в Дубае, это либо там 100 метров квадратных, либо там уже там за 300 метров квадратных. То есть, сейчас, я думаю, увеличится спрос на 60-75 метров, то есть, такие офисы, плюс, как бы, возможно, кто-то перейдет на режим работы в коворкингах, да. То есть, опять же, этот сегмент, то есть, вы покупаете, допустим, офис, получаете лицензию на бизнес-центр, это как для инвестора, и сдаете, как сказать, рабочие места. То есть, это тоже, в принципе, этот сегмент, он очень доходный сейчас. Это, в принципе, тенденция была последних, там, двух лет, до даже этого момента с вирусом, закрытием границ, но я думаю, что она сейчас увеличится. Вот, есть в коворкинге, да, это примерно мы говорим про, я думаю, 8-9 процентов годовых. Вот, офисное, офисное издание, это 5-6 процентов. Насколько вообще велико предложение на рынке по коворкингам и по офисам? И это принципиально нужно покупать что-то новое, или, по большому счету, это уже известный объект, который просто переходит из рук в руки? Ну, здесь, как бы, это уже рынок, именно офис на недвижимости. То есть, глобальная стройка новых проектов, именно офис на недвижимости, и такой истории нет в Дубае. То есть, есть история глобальной стройки жилой недвижимости, но офисные здания, они, по сути, как бы, уже во всех зонах, где разрешается бизнесу производить свою активную деятельность. Как бы, это у нас есть FreeZona, DMCC, есть MediaCity, где в основном сидят все IT-компании крупные, есть Barsha Heights, Business Bay, вот, в принципе, даунтаун. То есть, вот в этих зонах, как бы, сидят в основном все офисные арендаторы компании. То есть, там уже все построено, и мы говорим это про то, что это вторичный рынок, то есть, это вторичное жилье, вторичная недвижимость. Вот. Есть еще сегмент labor camp, это рабочие, то есть, labor camp, они, в принципе, самые доходные в Дубае. То есть, labor camp, это рабочие сотрудники, кто работает на стройках. То есть, точнее, в labor camp доходность примерно 12-14%. То есть, и labor camp, кстати, не очень много было, вот, последний, там, допустим, если взять разрез, двух-трех лет последних, их не очень много было на рынке предложений таких. Ну, то есть, доходность 12-14%, она очень хорошая. И сейчас, я думаю, что начнут появляться тоже такие предложения. Вот такие предложения, я думаю, что надо держать руку на пульсе, потому что, опять же, сокращение рабочей силы ведет к тому, что, допустим, эти labor camp заполняются, там, не на 100%, а на 50%. Соответственно, доходность уже падает. То есть, соответственно, как бы уже арендодателю становится не очень-то интересно, кто уже отбил свои деньги и, там, подавал это, там, 8-10 лет. Он уже сейчас появляется, сейчас появляются такие предложения на рынке. То есть, вот этот сегмент, он очень интересный, на самом деле, инвесторов, потому что он не был доступен, там, в таком массовом предложении. Не могу не спросить еще об одном сегменте, который, ну, для курортной недвижимости непременный атрибут, да. Если мы говорим о гостиницах, появились ли сейчас какие-то предложения и, ну, отсутствие курортного сезона, оно же, по идее, больше всего должно было ударить именно по этому сегменту, вместе с кафе, там, и так далее. Соответственно, появляются ли сейчас предложения на гостиничном, отельном рынке? Есть, есть в портфолио у нас несколько, несколько отелей на продажу. То есть, ну, опять же, это мы говорим про частные, про частные отели. То есть, ну, люди, ну, они, они и до этого были, были в продаже. Вот, да, вот, как раз, я хочу спросить, что это? Ну, то есть, когда рисуешь картину какого-то элитного отеля в Дубае, это, там, небоскреб, уйма этажей, современное здание из стекла и, там, вокруг бассейна и так далее. Вот то, что продается, то, что вы говорите, частные варианты, это что такое? Это, ну, не на туристов рассчитанные отели? Вот в чем их специфика? Смотрите, на туристов, которые отели, в основном, как бы, в Дубае, это все-таки крупные мировые сети, да, это сетки. То есть, такие, как бы, таких предложений на рынке нет. То есть, вот эти зеркальные, как бы, красивые истории пятизвездочные, да, то есть, они не появляются на рынке. Есть, есть отельные апартаменты, то есть, в данном случае, то есть, есть, допустим, здание, которое функционирует как отельные апартаменты. То есть, отельные апартаменты в Дубае, они очень востребованы также. Они работают как и на туристов иногда, потому что бюджетные туристы любят останавливаться. Это даже пригорода Дубая, бар Дубая, старый город. Там туристы бюджетные тоже останавливаются. Есть отельные апартаменты, которые востребованы у экспатов, которые здесь проживают. В этой истории в отельных апартаментах все хорошо, но я думаю, что там огромная операционка. Там, наверное, будет съедать большую часть доходности, поэтому с точки зрения инвесторов, мне кажется, там будет чисто уходить 3-4%. В связи с этим очень активный рынок краткосрочной аренды. Если мы не берем во внимание сейчас текущую ситуацию с туристами, то есть когда все хорошо в Дубае, то в Дубае один из самых длинных сезонов. То есть мы берем с октября по середину мая. То есть это реально длинный сезон с хорошей погодой, когда туристы приезжают. Короткая аренда сейчас в моде. То есть люди очень много останавливаются в жилой недвижимости, которая уже функционирует как краткосрочная аренда под лицензию Dubai Tourism. И вот в связи с этим увеличиваются запросы у инвесторов на покупку именно жилых зданий. То есть жилые здания, они либо застройщик под них уже строит, либо они покупают что-то на вторичном рынке, конкретно целое здание. То есть это целое здание уже под один дизайн мобилирует квартиры, получает лицензию Dubai Tourism, нанимают управляющую компанию, которая в среднем по рынку берет 20-25 процентов за весь маркетинг, за уборки, за консервис и в принципе 75 процентов доходности нет инвестору. То есть это неплохой доход появляется. Вот именно в этом сегменте. Понятно. Вопрос пришел от нашего зрителя. Примерные цены в Дубае за квадратный метр по коворкингам. Ну, для продажи и при продаже, и при аренде. Можете назвать? Ну, смотрите, опять же, если мы говорим про продажу, то коворкинг вы отдельно не купите, вы покупаете офис. То есть офис в среднем где-то будет стоить от полутора тысяч долларов за квадратный метр. То есть аренда уже... Аренда 100... От до какой диапазон? Полторы тысячи тире четыре тысячи долларов, в зависимости от территории, в зависимости от уровня здания. Вот аренда, опять же, 150-350 долларов. И еще один вопрос. Вот мы все-таки говорим... Это мы годовые цены берем на аренду. Говорим о коммерческой недвижимости с вами сегодня, но там все-таки логичный вопрос. Для Дубая понятно, что общая информация, но все-таки на жилье можно сработать при долгосрочной аренде именно больше или меньше сейчас в текущих условиях? Чем на коммерческой? Да. Да, в зависимости от объекта. Но в текущих условиях, да, если мы говорим про жилая, вот в данный момент она все-таки показала себя более стабильной. Несколько слов давайте чуть подробнее тогда об этом. Долгосрочная аренда. Означает ли это? Все-таки в Дубае экспатов много, и большинство объектов, на которые обращают внимание инвесторы с тем, чтобы купить и потом сдавать в долгую, это объекты все-таки под экспатов, то есть объекты не дешевые. Но означает ли сказанное вами, что, по сути, экспаты никуда не съехали, они сохранили за собой в эти месяцы свое жилье, и никакой миграции, в общем, не произошло? Да, верно. Оттока экспатов нет никакого. То есть, наоборот, люди, которые не успели влететь, сейчас порядка 350 тысяч экспатов, они, там есть большой waiting list, list ожидания, да, то есть, потому что, чтобы влететь сейчас в Эмираты, те, кто не успел влететь до закрытия границ, они должны получить специальное разрешение, да, от государства. То есть, в этом списке сейчас порядка 350 тысяч человек, которым выдается разрешение на влет обратно в страну. Тут, как бы, в Дубае, то есть, ну, есть процент людей, которые, конечно, в Дубае не дешево жить, вот, поэтому есть процент, которые вернулись обратно до своей страны, но, по сути, своей, как бы, какого-то там оттока его нет. Окей. Владимир, давайте перейдем, наверное, к объекту. Опять же, договариваться. Сейчас, сейчас, да, да. Дорада, пожалуйста, продолжайте. Да, я говорю, опять же, все сейчас договариваются, то есть, что в жилой недвижимости, что в коммерческой. То есть, соответственно, есть арендные каникулы, есть какие-то на текущий момент есть скидки, там, по месячной аренде, да, то есть, вот, поэтому, ну, в целом, как бы, все-таки, когда у вас есть долгосрочный арендатор, с которым прописан, заключен годовой контракт, то есть, жилая аренда, жилая недвижимость, она постабильнее. Хорошо, давайте тогда перейдем к тем объектам, которые вы представляете к нашей встрече. Это у нас Германия, а вот у нас Объединенные Арабские Эмираты. Итак, несколько слов рассказывайте, что это такое, где это находится и что, собственно, за объекты, что за недвижимость, собственно, здесь предлагается. Да, смотрите, я предлагаю рассмотреть сегодня два проекта. Первый проект – это как раз про то, что я говорил, то есть, в целом, тенденция была такая на рынке, что застройщики очень редко продают и продавали ритейлы, да, то есть, ритейлы – это помещения на первых этажах, которые сдаются, как правило, либо под супермаркеты, либо под рестораны, под кафетерии, потому что доходность от ритейлов, она, ну, как бы, в среднем, то есть, по Дубаю, примерно, там, 8-9%. То есть, где-то там она достигает, там, 12-14%, когда-то она была на уровне 16%. Вот, когда она была на уровне 16%, как раз застройщики приняли решение, что мы больше это не продаем. Ну, то есть, такая корова самим нужна. Вот, поэтому, но сейчас появляется, то есть, предложение, в данном случае, проект Seven Pound Residence находится, ну, это топовая локация, это Пальма-Джумейра, да, остров, вот, и в этом проекте, помимо, то есть, у них есть две части, у них есть жилая недвижимость и у них есть отельная, отельные, получается, ну, жилая недвижимость здесь расценивается, как обычная квартира у нас, да, то есть, есть вторая часть, это отельные комнаты, сервисные апартаменты, и стоит объект прямо на первой линии, то есть, в пешей доступности от пляжа, и вот у них есть на продажу ритейлы, то есть, ритейлы начинаются от миллиона 800 долларов, вот, плюс, допустим, плюс этого ритейла в чем? В том, что это все-таки, это мы говорим про отель, про отельный сервис, и в этой территории арендатору разрешат получить алкогольную лицензию, то есть, это тоже, как бы, найти ритейл на покупку где-то в территории, где разрешена, там, алкогольная лицензия, в Дубае очень сложно, по сути, потому что, в основном, как бы, территории, где разрешается алкогольная лицензия, это принадлежат, как бы, одним из госзастройщиков, да, то есть, и крупным застройщикам, таким, как Мираз, то есть, Мираз, допустим, они, это сетевок территории, это территория ЛНР, это территория JBR, и Мираз, как правило, не продают ритейлы, они их сдают в аренду, причем где-то это, они берут какой-то процент от выручки с продажи алкоголя, где-то они это за эту лицензию отдельно, как бы, и берут деньги, ну, то есть, это, это реально плюс, то есть, это плюс вот этой территории, где есть алкогольная лицензия, то есть, найти такой проект было сложно, там, до недавнего времени, то есть, сейчас вот появился от застройщика, без каких-то доп. расходов, там, комиссионной и прочей истории, то есть. Да, Владимир, я просто тогда хочу уточнить, этот проект, он требовать будет от инвестора, ну, значительной самостоятельной работы, то есть, есть объект, в котором ты теоретически можешь открыть, например, ресторан или магазин, и там вот есть, окей, это алкогольная лицензия, но или ты сам должен что-то придумывать, что это такое будет, или это, скорее, пример, когда очень нетрудно будет на такой объект найти арендатора? Смотрите, это пример именно, что на такой проект, здесь нет никакой там гарантированной доходности, тут нет уже готового арендатора, вот, но здесь есть привлекательность непосредственно территории и привлекательность того, что на этой территории, то есть, во-первых, это туристическое место, во-вторых, это, опять же, повторюсь, разрешена алкогольная лицензия, то есть, арендатор на этот, на этот проект будет 100% и по хорошей стоимости, вот, он именно интересен с точки зрения ликвидности и рентабельности, но, опять же, готового арендатора конкретно на такие проекты, их нет, то есть, когда есть готовые арендаторы, вот, тогда застройщики уже ничего не продают, поэтому... А как тогда искать? Хорошо, купить, куплю, как я буду искать? Или это вы мне поможете найти, и где вы будете искать, кто сюда придет? Да, мы уже... Смотрите, на самом деле, как бы, да, то есть, после того, как мы покупаем, приобретаем объект, любой объект, то есть, мы не уходим с него, мы продолжаем им управлять, вот, это жилая недвижимость, либо это коммерческая, находим арендаторов, проверяем профайлы, работаем плотно по лицензиям, потому что параллельно, как бы, у нашей компании, то есть, у нас еще консалтинговые услуги, да, то есть, мы... И, то есть, поток заявок на открытие бизнеса до вот этой всей истории, он очень сильно рос, то есть, очень много людей собирались открывать бизнес, ну, и собираются открывать, то есть, сейчас это все просто на холде стоит. То есть, в соответствии с этим, как бы, у нас клиентов, которые планируют открывать здесь какой-то бизнес, в том числе, как бы, и супермаркеты, там, и бары, и рестораны, они есть у нас в портфолио, как бы, и это помимо того, что есть там еще маркетинговая история, да, которая, когда будет здание готово, то есть, соответственно, проект будет рекламироваться. Ну, как правило, то есть, на поиск, когда уже объект приобретает, он уже приобретает форму, то есть, я думаю, там, за 4-5 месяцев до получения ключей, там уже будет стоять неплохая очередь арендаторов, ну, как бы, на такую локацию со своими предложениями. Поэтому проблем с задачами будет не будет, то есть, сдаётся, как правило... А, подожди, один момент, так этот объект еще не построен? Да, он не построен еще, он будет сдан в первом квартале 2021 года. А, понятно. Окей, хорошо, давайте переходить, наверное, ко второму предложению. А, да-да-да, пожалуйста. Пожалуйста, Владимир. Ну, да, да, я хотел поуточнить, что как раз с такими арендаторами, как бы, с большими, с крупными, с ними подписывается, как правило, договор там долгосрочный, то есть, это 5-6 лет. Вот, поэтому, в принципе, как бы, при доходности 8-9 процентов, ну, вам надо будет поменять арендатора пару раз, и, точнее, объект уже может отбиться. Я говорю, локация, то есть, вот, конкретно в этом проекте локация, то есть, локация, 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 это вот проект. Окей, ну, и давайте про второй объект расскажите, что это такое. Здесь уж совсем какие-то рендеры шикарные. Вот так мы себе Эмират и представляем. Да, вот этот проект, как раз про то, что я вам говорил, то есть, сейчас тенденция идет на то, что очень много инвесторов, но она, эта тенденция растет со всей этой маркетинговой историей про то, как хорошо там сдавать квартиру через Airbnb и прочее. Вот, поэтому оно растет, спрос растет, как у людей, которые ищут квартиры в короткую аренду, у туристов, которые все больше останавливаются в квартирах, не в отелях, так и у инвесторов. Для инвесторов, как бы, вот это как раз история про проект. То есть, проект называется District One. Проект строится под патронтажем шейха Мухаммеда, правителя Дубая. Это такой signature project, фирменный проект его. То есть, в проекте находятся виллы, поместья, жилые резиденции. И в проекте будет находиться новый мол, новый торговый центр, который, по сути, объединяет в себе мол оф Де Эмирайс, где, ну, знаете, есть снежный, как сказать, русский Дубай. Это сноуборды, лыжи, то есть, закрытое помещение для сноубордистов. Вот, и есть Дубай Мол. Дубай Мол, как бы, рекламировать не надо, то есть, это танцующие фонтаны, Бурж Калифа. Вот, этот торговый центр в этом проекте, он объединяет в себе. То есть, там будет самый длинный горнолыжный спуск в мире. Там будут новые танцующие фонтаны, которые будут по размеру, и, я думаю, что по своей какой-то презентабельности, намного уже современнее, чем есть Дубай Мол. И вокруг вот этого всего торгового центра, точнее, сбоку вот этого торгового центра, располагаясь проект, между домами проходит лагуна, искусственная лагуна. Это чилийская технология. Наверное, видели, все там есть в Чили отель с огромным бассейном. То есть, вода реально... То есть, этот проект уже можно посмотреть, прокатиться на лодке, посмотреть цвет воды. То есть, очень крутой проект. То есть, люди, которые купили виллы и поместья, уже плавают, загорают там. Эта лагуна занесена сейчас в книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная в мире, искусственная. То есть, самый длинный искусственный бассейн в мире. То есть, 7 километров в протяженность. А скажите, пожалуйста, просто... И маркетинговая история... Да, что инвестору-то, собственно, предлагается? Что он может здесь купить? Про маркетинговую историю, о которой вы начали говорить. Да, вот маркетинговая история проекта, как бы, она сама себя уже выстроила. То есть, спрос на короткую аренду в этом проекте будет огромный, потому что это располагается в 10 минутах от даунтауна, от центра Дубая, где Буршкалиф располагается. В 5 минутах от Майдан-эпподрома. То есть, эпподрома – это тоже такая достаточно туристическая история в странах персидского... в странах залива, да? Потому что в октябре начинается сезон скачек и заканчивается в марте. И вот в этот сезон очень много стран залива приезжают в Дубай на скачки в сезон. То есть, и цены в отеле, Майдан-отель, который расположен непосредственно отблизи от ипподрома, они сравнимы с ценами в прибрежной зоне. Вот, поэтому с точки зрения, как бы, доходности проект будет реально вменяем. То есть, там порядка 7-8% мы ожидаем доходности со сдачи в краткосрочную аренду. И застройщик предлагает сейчас построить здание под инвестора. То есть, здание будет в 5 этажей, здание стоит прямо на лагуне, то есть, будет частный пляж, доступ к частному пляжу. Здание будет полностью с отделкой, с сантехникой, с ремонтом, ну, то есть, под ключ. Вот, то есть, по сути, как бы, останется купить только мебель, замеблировать, получить лицензию от Дубай Туризма, и мы также предоставим управляющую компанию по сдаче в краткосрочную аренду. Но у инвесторов сейчас, то есть, запрос даже не на сдачу, не на пассивный доход какой-то, там, на 5-7%, а больше запрос на эти здания с целью перепродажи. Потому что увеличение стоимости по мере завершения строительства, я думаю, будет порядка 30-40%. А если продать это еще как бизнес-модель с короткой аренду, когда все отладить, это, то есть, я думаю, там, для инвесторов вообще поджимание может получиться. Процент может быть совсем интересный. Ну, что ж, интересно, спасибо большое, Владимир. Ага, да, пожалуйста. Ну, да, я хотел сказать, что именно про капитализацию стоимости, что, да, то есть, в целом, как бы, у застройщиков по Дубаю, ну, я думаю, примерно такие цифры, то есть, это 30-50% маржинально, но при этом у инвестора в данном случае для него все это строят, ему не надо находить какую-то компанию, кто это построит. То есть, полный концепт готов, он будет принимать участие в обсуждении, там, каких-то дизайнерских историй, интерьера, дизайна интерьера. Ну, практически, ну, то есть, это готовая бизнес-модель, то есть, и у него нет расхода, там, на отдел продаж, на маркетинг, то есть, все, как бы, вот так вот принесли, давайте только нам деньги ваши. И, в принципе, как бы, с нашей точки зрения, как бы, мы прогнозируем, мы продаем этот проект, и, вот, основываясь на нашем опыте в Дубае, то есть, туристическая история там реально будет хорошо работать и давать доходность, даже если не передбородавать это. Ну, что ж, дорогие друзья, уважаемые зрители, если вас интересуют этот или другие проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, милости просим. Контакты компании Metropolitan Premium Property мы сейчас опубликуем в нашем чате. Вот они. Ну, а я еще раз с удовольствием представляю Владимира Минаева, специалиста по инвестиционной недвижимости в Metropolitan Premium Property. Владимир, спасибо большое за интересный рассказ. Ну, и встретимся на страницах Pream.ru.